На конец декабря 2021 года проведено 76 безаварийных пусков российских ракет космического назначения подряд. С 2012 года с российских космодромов было совершено 228 орбитальных запусков. Из них 214 успешных, 6 частично неудачных. Когда была потеряна часть запускаемых космических аппаратов, или когда космические аппараты не были выведены на заданную орбиту. Также было совершено 8 неудачных аварийных запусков. Последний был в октябре 2018 года. Орбитальные запуски проводились с трех собственных космодромов. С космодрома Плесецк, который расположен в 180 километрах от города Архангельск. С космодрома Ясный, который расположен на территории позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. И с космодрома Восточный, который расположен в Амурской области. Также орбитальные запуски проводились с арендованного у Казахстана космодрома Байконур, самого первого во всем мире космодрома. Кроме того, запуски российских ракет-носителей семейства «Союз-2» проводились из Гвианского космического центра, европейского космодрома, расположенного вблизи города Куру, во французской Гвиане. С 2012 года с космодрома Куру было совершено 24 орбитальных запуска. Из них только один, частично неудачный. Процент неудачных запусков с российских космодромов и с космодрома Куру за 10 лет составил чуть более 3%. Всего с 5 космодромов за 10 лет было совершено 252 орбитальных запуска. Большинство запусков было совершено с Байконура – 150, на втором месте Плесецк – 62, на третьем – Гвианский космический центр – 24. Также на Байконур пришлось и наибольшее количество неудачных запусков – 7 из 8, и еще один неудачный запуск был совершен с Восточного. На сегодняшний день Роскосмос эксплуатирует 4 ракеты-носителя. Протон-М – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, длина 56 метров, а стартовая масса – 705 тонн. «Союз-2» – семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. В семейство входит 4 ракеты-носителя – «Союз-2.1А-2.1Б» и «Союз-СТА-СТБ». Длина ракеты-носителя – 46 метров, стартовая масса – от 306 до 313 тонн. «Союз-2.1В» – двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Разработана на базе ракета-носителя «Союз-2.1Б». Длина 44 метра, стартовая масса – 160 тонн. «Рокот» – трехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Создана на базе снимаемых с вооружения баллистических ракет РС-18. Длина – 28 метров, стартовая масса – 108 тонн. Также «Роскосмос» проводит испытательные запуски «Ангары» и разрабатывает перспективную ракета-носитель среднего класса «Союз-5». Из 252 орбитальных запусков, совершенных за 10 лет, 30 пришлось на ракета-носители легкого класса. Две на «Стрелу», созданную, как и «Рокот», на базе баллистической ракеты РС-18. Пять на «Днепр», российско-украинский ракета-носитель, созданная на базе баллистической ракеты РС-20. Семь на «Союз-2.1В» и 16 на «Рокот». На ракеты-носители среднего класса пришлось 165 орбитальных запусков, 3 на украинскую ракету-носитель «Зенит», 19 на «Союз-У», 33 на «Союз-ФГ» и 110 на семейство ракет-носителей «Союз-2». На ракеты-носители тяжелого класса пришлось 57 орбитальных запусков, 1 на «Протон-К», 53 на «Протон-М» и 3 на «Ангару-А5». Все три запуска испытательные. Из 8 неудачных запусков 4 пришлось на «Протон-М», 2 на «Союз-2» и по одному на «Союз-У» и «Союз-ФГ». Ракеты-носители «Союз-У» и «Союз-ФГ» выведены из эксплуатации в 2017 и 2019 годах соответственно. Их заменили ракеты-носители семейства «Союз-2». Также больше не эксплуатируются «Стрела», «Днепр» и «Зенит». Российскими ракеты-носителями выводились на орбиту два семейства космических кораблей. «Прогресс» — семейство транспортных, беспилотных грузовых космических кораблей, разработанных для снабжения орбитальных станций. Максимальная полезная нагрузка — 2500 кг. «Союз» — семейство транспортных, пилотируемых космических кораблей, разработанных для полетов по околоземной орбите. И типаж корабля — до трех человек. С 2012 года было произведено 72 запуска космических кораблей. 35 запусков — ТГК «Прогресс», из них два неудачно. И 37 запусков — ТПК «Союз», из них один неудачный и один испытательный в 2019 году. За 10 лет «Роскосмос» доставил на МКС, на 35 космических кораблях «Союз», 104 космонавта и участника экспедиции. Кроме космических кораблей, в околоземное космическое пространство выводились и другие российские космические аппараты различного назначения. Например, навигационные спутники «ГЛОНАСС-М» — большие космические аппараты массой 1415 кг. С 2012 года было выведено 12 таких спутников и еще два спутника следующего поколения «ГЛОНАСС-К» массой 935 кг. Телекоммуникационные спутники-ретрансляторы серии «Луч-5». Их масса — 1150 кг. Было выведено три таких спутника. Они позволяют поддерживать связь с космическими аппаратами, которые находятся вне зон видимости с территории России. Спутники дистанционного зондирования Земли «Конопус-В». Масса космического аппарата — 465 кг. Было выведено шесть таких аппаратов. Спутники связи «ГОНАСС-М». Масса спутника — 280 кг. За 10 лет было выведено 20 таких спутников. С 2012 года с российских космодромов из космодрома Куру в околоземное космическое пространство выведены 920 космических аппаратов. Из них 164 — российских. Большинство из выведенных в последние два года космических аппаратов составляют британские спутники связи «Уан-Вэб». Так, в 2020 году было выведено 104 спутника «Уан-Вэб», а в 2021 — 284. Давайте посмотрим, как выведенные КА, космические аппараты, распределяются по массе. За 10 лет было выведено 95 больших КА, массой более 1000 кг. Из них 47 российских. В том числе два модуля российского сегмента Международной космической станции — многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль «Причал». Оба были выведены на орбиту и включены в состав МКС в 2021 году. На этом завершился процесс формирования российского сегмента МКС. Малых КА массой от 500 до 1000 кг было выведено 48, из них 6 российских. Мини-КА массой от 100 до 500 кг было выведено 440, из них только 29 российских, а большинство — 394, британских «Уан-Вэб». МИКРО-КА массой от 10 до 100 кг было выведено 43, из них 6 российских. НАНО-КА массой от 1 до 10 кг было выведено 226, из них 23 российских. Большинство НАНО-КА — это кубсаты, они выводятся, как правило, сразу по несколько единиц либо посредством ракет-носителей, либо с борта космических кораблей и орбитальных станций. ПИКО-КА массой до 1 кг было выведено всего 15 единиц. Кроме того, 53 КА было выведено в интересах Министерства обороны, и их масса мне неизвестна. Теперь подведем итоги. За 10 лет с российских космодромов из космодрома Куру было совершено 244 безаварийных орбитальных запусков, в том числе 3 испытательных запуска Ангары А5 и один испытательный запуск корабля серии «Союз». 69 космических кораблей успешно доставили топливо, грузы, а также 104 человека на МКС. В околоземное космическое пространство было выведено 920 космических аппаратов, в том числе 164 российских. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, как вы относитесь к Роскосмосу и чего вы ожидаете от него в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова